Три года колонии получила директор турфирмы, которая не смогла организовать отдых 11 семей в Караганте. Владелица агентства сама сдалась полиции, надеясь, что все ограничится возвратом денег. Но несостоявшиеся туристы требовали посадить ее за решетку, несмотря на наличие полутораголодовалого ребенка. На скамье подсудимых молодая незамужняя женщина, владелица турфирмы, которая за 11 миллионов обманула туристов прошлым летом. Судья зачитала приговор – три года лишения свободы, плюс еще три года запрет на занятие деятельностью по предоставлению туристских услуг. Избранную в отношении Божематкиной Ольги Анатольевны меру пресечения в виде домашний арест, изменить на меру пресечения содержание под стражей, взять Божематкину Ольгу Анатольевну под стражу немедленно, возложить на орган опеки попечительства, разрешение вопроса об определении места проживания несовершеннолетнего ребенка. Название турфирмы «Все включено» говорило само за себя. Путевки здесь были недешевыми. Репутация у компании была хорошей, туристы советовали ее друг другу. Но летом 22-го года начались проблемы. Директор агентства брала стопроцентную предоплату за путевки, но на деле деньгами последующих клиентов покрывала расходы предыдущих. Билеты на самолеты порой заказывала за два дня до вылета, то есть по более дорогой цене и в итоге не справилась. 11 семей получили сообщение, что их отдых отменяется. Директор сама пошла в полицию. И если клиенты не согласятся решить дело миром, денег своих больше не увидят. Долги перед каждым составили от 370 тысяч тенге до 2,5 миллионов. Возмещение ущерба плюс три года под стражей, я думаю, это самый нормальный обвинительный приговор. Учитывая, что при возмещении ущерба ее могут отпустить досрочно, я думаю, что она постарается оплатить, возместить нам ущерб. Ее долг перед нами 2 миллиона 580 тысяч. У вас самый большой, да? Да, у нас самый большой. У вас всей семьей хотели? Да, мы всей семьей с тремя детьми хотели полететь в Турцию. По поводу возврата долга, я считаю, что законодательство Казахстана в этой части довольно хромает. Почему? Потому что если устроиться, скажем, на работу неофициально, то как бы официального дохода нету. И возмещение ущерба не будет происходить, если не будет официальной работы. В СИЗО Ольга Пожиматкина провела только сутки, остальное время под домашним арестом. Но это время ей зачтут в срок наказания – два дня за один. Долги клиентам в общей сложности 11 миллионов она должна вернуть добровольно в полном объеме в течение года. Органы опеки будут решать – оставить ее маленького сына с кем-то из ее родственников или в детском доме.